КОНЕЦ 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 Здравствуйте, Иван Петрович! Здравствуйте! Архив Семенович ждут вас. Пойдем. Это чьи ж такие будут? Павловы. Отца Петра нашего, сыновья. Сыновья? Скажи, а у тебя не бывало так во сне, что вот ты бежишь, торопишься со всех ног, а сам не с места? Страшно меня. Бывает, после мамашиных блинов только. А меня это ощущение преследует наяву. Ты знаешь, как будто я должен торопиться, торопиться куда-то. А куда? Не знаю. Причастился бы, Архив Семенович. Отец Петр с дарами дожидает. Подождет. Сначала сын Каева. Все-таки доктор Петербургской. Суетовься на уме. Молчи, дура. Молчи. Иван! Иван! Иди. Тебя вперед требует. Смерть в глазах, а о плоти думай. Иди. Иди. Воздуху вот не хватает. Всем хватает. А мне нет. Помирать, значит. Ну, спасибо за честность. А ты мне вот что скажи. А дальше-то что? Не веришь ли? А в чего ж ты веришь? В человека. В разум его. В человека. Человек, он свинья. Ты не съешь, тебя съедят. Так уж устроено. Нет, нельзя мне без Бога. Все мы рабы его. Все. Все. Ну, ты вот доктор. Обещаешь мне, значит, помирать и конец. А солнце светить будет? И сады стоять? Зачем? Зачем? Не богохульствуй. Причастий лишу. Яблок нынче тьма какая. Это зачем же? Для вас, что ли? Какая уже злоба. Вас бушует господин Терегин. Да. Сады будут стоять. Будут? Анврёв не будут. Щенок. Голозданник не будут. Марфа. Сад. Сад срубить. Опомнить архиеп. Кому сказал. Работников пошли сейчас же. Что с человеком делается? А ты человек. Это же злобное для отец. Ты же сам хотел лишить его причастия. Так кто я властью боговой? А ты кто такой? Набрал с ума в Петербурге? Заносишься? Поблажки людям не даешь. Ни себе, ни другим, отец. Осмелили. Сволочи. Осмелили. Рубни. 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 КОНЕЦ Однозвучно гремит колокольчик, Издали отдаваясь слегка. И замолк мой ямщик о дорогах Предо мной далека, далека, Предо мной далека, далека. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво, браво! Ход уж никогда не думал, что у химиков есть душа. У химиков есть душа. Очевидно, есть. А вот, впрочем, мой брат Иван вообще сомневается В наличии такого органа. Позвольте, позвольте, позвольте. Почему это органа? А что же это такое? Позвольте полюбопытствовать, господин Петрищев, душа. Ну, просто, просто привычное понятие. Ах, вот что. А я считаю, что мы не имеем права на привычное. Мы должны... Хоть в Новый год, без споров, господа. Ну, ей Богу, надоело. Золотые слова. Вы одна, а скоро 12. Где же ты злосчастный доктор медицины? Иван Петрович Бутис. Он в лаборатории. Опять в лаборатории? Ей Богу, не понимаю. Ну, чего он хочет? Кончил университет золотой медалью. Мало. Кончил медико-хирургическую академию. Мало. Теперь он засел в больницу у Боткина. Два нерва в сердце он открыл, а сам остался бессердечен. Тут кто-то ждет, а он забыл, и Новый год был не отмечен. И Новый год был не отмечен. Ведь это к жизни не заметишь, ей Богу. А пожить-то как хочется. Ох, как хочется. А казенной квартиры с дровами вам не хочется? Хочется. Ей Богу, хочется. А что ж тут плохого? Суешь их тысяч сколько угодно, а они казенные. Господа, господа, господа. Профессора приехали. Приехали. Дорогой Сергей Петрович, от имени нашей военно-медицинской академии, сведущей российской медициной Сергею Петровичу Боткину, ВИВОТ! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нашему великому Дмитрию Ивановичу Менделееву ВИВОТ! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Скорее, господа! Без одной минуты в двенадцать! Без двух? Без двух, господа! Вовремя! Да вовремя! Ого! Вот теперь двенадцать! Идемте в зал, господа! Идемте в зал! Господа, господа! Вот и пришел Новый год. И будет он суровый и вьюжный. Поэтому я поднимаю бокал за огонь мыслей, за нашу науку. Чем ночь темней, тем ярче звезды. С Новым годом, господа! С Новым годом! Зима! Наконец-то! Должен вам сообщить Зима, что сегодня я совершенно счастлив. Удивляюсь! Почему за людьми так вот говорят? С Новым годом! С новым счастьем! А счастье, по-моему, должно быть одно. Одно. И на всю жизнь. Неужели ты не можешь накормить ребенка? Ну, ты сам говорил, что Веру нужно приучать к самостоятельности. Ешь. Но ты ничего не ел. Спасибо, я сыт. Что? Тебе опять с собаками не ладится. А мы ни при чем. Что? Что? Ух ты! Вот защитник вырос, а! Прости меня, Зима, а ты прав, прав. Не ладится. Знаешь, Зима, столько операций, и все они удачные. Ваня. Ваня, а может быть, ты хочешь невозможного? Ведь никто в Европе не смог, не рискнул. Европа? Ну, почему это предел? Это же основа основ. А до конца неизвестно. Ну, мы будем наблюдать желудок в живом организме, не перерезав ни одного нерва. Будем. Мы будем лечить не слепо, а зная весь таинственный процесс ищеварения. Это будет лаборатория жизни, Зима. Скальпель? Зажим? Зажим? Нет пульса, Иван Петрович. Четвертый час оперируем. Вы, 24 часа, будем оперировать. Подготовьте новую собаку. Мы израсходовали всех животных, Иван Петрович. И смету за год тоже. А щедрость министерства известна. Ну, че? Мы становимся посмешищем. В академии просто смеются над нами в лицо. Да ничего не скажешь. Не весело. Смеются? Смеются? Ну, так мы им еще такую фигу покажем. Вот этакую. Плюс. Собаки не выживают. У нас не осталось животных. Да, Сима, я жалу не получил. Я даже ночью во сне оперирую. Стол, собаки и я. Рев, Рев, Рев. Я сэкономила в этом месяце. Я обойдусь. Это правда? Конечно, правда. Это правда? Конечно, правда. Ну, куда же ты? Ты меня прости. Мне предлагают партию превосходных собак. Я быстро. Да, медленно ты не умеешь. Долго еще, Никодим Васильевич? Без малого четыре часа операция идет. И ведь который раз О-о-о! Прямо счет потеряли. Оговорили, не выйдет. Саря. Сима, ты? Оговорили, не выйдет. Вышла! Вышла, Сима! Вышла! Я ведь молилась, Ваня. Стыдно сказать о здравии собаки. Вот как. Милая. Ты моя милая. Никодим! Слушаю. Ты мне ее выходи. Чтоб она бегала, прыгала. Понял? Не первый год в науке. Ну, доныш. Ну, штаб. Милостивые господаи. Оговорили, не выйдет. Ставьте пушку. Пушку ставьте, пушку. Скорей, скорей. Ну. Подходи. Хирурги смеются. Ну, так вы что же. Так. Она тому не верит. Ставьте колонец. Быстро. Не верят. Ну, так мы им еще покажем. А вот сражение Манчжурии, сообщение с театра военных действий, а вот последние новости с театра военных действий, последние новости. А вот сражение Манчжурии, сообщение с театра военных действий. Что это с Иваном Петровичем? Почти два года топчемся вокруг стульной железы. Естественно, последний этап изучения пищеварения. Что естественно. Ну, Михаил Михайлович. Бесконечные опыты. А про слюнную железу нам все уже известно. Вам известно. Вот потому вы и не Павлов. Иван Петрович, вот результаты и сегодняшних наблюдений. Примечательная вещь, Иван Петрович. Мясо, которое собака ест, и которое она только веет, дает одинаковую химическую картину слюны. Вот анализы. Ну что ж, это вполне понятно. Меня сейчас другое интересует. Иван Петрович. Да, да. У нас в лаборатории темно. И под вечер давая еду собаке, я каждый раз зажигаю свет. Так теперь стоит зажечь свет, и у собаки бурное слюноотделение безо всякой еды. Ага. Что я говорил? Что я говорил? А что вы говорили, Иван Петрович? Не говорил, так думал. Мы изучали слюну и железу в связи с пищеварением. А, ну вон что. Так, так, так. Никодим не приходил? Пришел. Так, сэр. Вот разрешите и мне доложить о своих фактах. Прошу. Однажды я веду опыт. Даю Джеку пищу. Ну, понятно. В рожденный рефлекс капает слюна. Не хватило корма. И говорю, Никодим, принеси. Так. Сижу, скучаю. Джек тоже. Слюны, конечно, не капли. Ведь не с чего. И вдруг... Что за черт? Ведь обильное слюноотделение. С чего бы? А вот с чего. В коридоре были слышны шаги Никодима. Да вот. Извольте убедиться. Никодим! Звук шагов вызвал слюну… Так. Следовательно, звук шагов вызвал слюну. А почему? Чем объяснить? Почему? И что получается? Слюнная железа и шаги. Условия опыта связали их. Никодим давал пищу и всегда толку. Шаги Никодима и пища связались в мозгу. И звук стал гнать слюну по приказу мозга. Один только звук. Или свет, как у вас, например. Ну, позвольте, ведь это же совсем не пищеварение. Да вот именно сутри. Ой, вот об этом-то я все время и думаю. Иван Петрович, боже мой, позвольте. Но ведь если мы... Позвольте, позвольте, позвольте. Если мы будем изменять условия опыта... Глеб Михайлович, да ведь мы же можем создавать самые разнообразные условия при наших опытах. Связывая их с фидой. И каждый раз как бы задавать задачу мозгу и спрашивать ответ. И, пожалуйста, слюненькие ответят. Мы будем устанавливать новые связи в мозгу и получать новые рефлексы. Ну, а как же мы их назовем? Условными рефлексами. Условными рефлексами? Да, и связанными с условиями опыта. Так-так-так-так-так-так-так. Условные рефлексы. Я не знаю, господа. Может быть, я увлекаюсь, но, по-моему, перед нами открыта... Дорога в мозг. Да-да, да. Ведь чего ж это просто? Итак, исходная позиция занята. Никодим, ты принес? Принес, Иван Петрович. Давай сюда. Слушаюсь. Я убежден, что вот эти звоночки заставят собаку гнать слюну. А вечно, кажется, несъедобное. Итак, всю работу лаборатории перевести на рефлексы. Да, вот ведь дела какие. Ну, нынче и мой звонок прозвонил. Отправка сегодня. Ах, вот ведь что. Сегодня... Ну... Ну... Ну, ежели что, не так сделал, Иван Петрович, уж вы извините. Ну, что ты, ну, что ты, что ты... Ведь вот, досадно. Скоро ваш юбилей. 25-летие деятельности. Ну? Не придется поприсутствовать. Обидно. Ну, что там юбилей, юбилей, юбилей. Годы бегут. Да. Больше. Радостно приветствовать Ивана Петровича Павлова в день 25-летия его служения науке. АПЛОДИСМЕНТЫ Всему миру известны его великие заслуги. Недавно получена им Нобелевская премия, присужденная за работы по пищеварению, венчает его блестящие труды. АПЛОДИСМЕНТЫ Иван Петрович заложил основы нового метода по изучению внутренних органов в живом организме, не нарушая ни одной нервной связи. Это величайшее открытие в области физиологии за последние 100 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожелаем ему здоровья, успеха его делу, покоя и счастья. Он заслужил его, господа. Он подлинный подвижник в науке. И я бы даже сказал, подлинный ее мученик. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сердечно благодарен вам, господа. За себя и за всех моих дорогих сотрудников. Однако не пойму, о каком покое говорил здесь уважаемый Степан Лукич? Не до покоя, господа. Мы находимся в самом беспокойном состоянии. Мы можем, наконец, прикоснуться к новым серьезнейшим проблемам, господа. Поэтому пожелайте мне всяческого беспокойства. Вот об этом я вас очень прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наши русские солдаты, которые гибнут на полях Манчжурии и в далеких морях. Русский народ, вот кто подвижник, господа. И мы обязаны добыть ему счастье. Обязаны. Нам нельзя останавливаться, господа. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво, профессор! Браво! Я буду с ним работать. Ого! Вот увидите. Глеб Михайлович, Глеб Михайлович, голубчик, о чем это он говорил сегодня? О каких проблемах? О дальнейших планах ничего определенного сказать не могу. Вы же слышали? Хочет беспокойств. Вещая история. Простите, простите. Да, да. Одну минуточку. Здравствуйте. Служу. Мне необходимо с вами поговорить. Так, так. Я Иванова Варвара Антонна. Я окончила медицинскую. Да. Я хотела бы работать у вас. Иванова Варвара Антонна. А над чем вы хотели работать? Ну, пищеваренин, конечно. Ну, а я этим больше не занимаюсь. Вы шутите, профессор. Да нет, нисколько. Вы знаете, в народе есть такое выражение. Слюнки текут. Так вот, очень интересно. Почему они текут? Ну, профессор. Да, да. На. Да. 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 Иван Петрович. Да. Простите, я Иванова Варвара Антонна. О, это опять вы. Простите, я полагала все-таки, моя тема пищеварения, я терапевт. Терапевт, терапевт. Вы просто девица, сударыня. И к тому же упрямая. Так вот, эта девица хотела у вас работать. Впрочем. А впрочем, вопрочем, подождите. Пойдемте, побеседуем. Нам упрямые нужны. Я всегда шел с ним, но теперь не могу. Все это суета, нервы и мудрствование. Есть грань, которую я не могу перейти и не хочу. Вот как. А почему же? Вы хотите изучать мозг, сознание. Вы вели железку и собираетесь проникнуть в непознаваемое. Это все равно, что изучать в бинокль звездной миры. В бинокль? Как вы сказали, в бинокль? Не в бинокль, милостей государь, а в телескоп. И именно в звездные миры. Мозг миллиарды клеток. Воистину, целое мироздание. Человек измерил расстояние до Солнца, проник в глубины Вселенной. А о том, какие процессы происходят здесь, не знает. Это же стыдно. Человек должен понять свой мозг. Должен научиться управлять им. И это прямая задача физиологии. Остановитесь, Иван Петрович. Это таинственная область души. Души. Я, сударь мой, натуралист. И привык верить опыту. А вы уж не гадалкали. Что-то я до сих пор не мог обнаружить эту таинственную душу. А она непознаваема. Вы есть вы, а я есть я. У нас сидеют волосы. Мы стареем. Но каждый из нас остается самим собой. И это неизменно. Это не поддается изучению. Какую мерую можете вы измерить мое личное я? Чепуха! Все вы это выдумали. Кто вы такой? Кто вы такой? С какого возраста вы себя помните? Ну, лет с трех-четырех. А до этих до четырех лет. Где вы были? Где было ваше личное я? Не знаете? Была только почва, полученная по наследству. И ваше личное я образовалось постепенно в результате влияния внешней среды. Душа. Вздор. Такие болтающиеся в ногах у науки. И чем скорее мы ее отбросим, тем будет лучше. И потом не путайте званцев. Мы сейчас не будем изучать человека. До этого далеко. Это цель. А сейчас тысячи опытов над животными. Наблюдать и наблюдать. Нацелившись в неведомые глубины мозга нашим телескопом. Нашей замечательной железой. Вы стоите на краю бездны. Я не могу молчать. Остановитесь, учитель. Остановитесь, пока не поздно. Ведь нет же существа. Без понятия души и духом. Назовите, как хотите. И мир не примет вашего объяснения. Что же вы один против целого мира? Вы... Трусь! Вот что? Трус! Мы столько лет были вместе, а вы оказались так далеко. У вас предубежденный ум. Мозг создал науку, а теперь он сам будет подвластен ей. Вот истина человеческое величие. Вы мне предлагаете остановиться? Да. Но меня будут лаять из каждой подворотни, возможно. Но наших собачек им не перелаять. А вот что с вами делать-то? Я просто не знаю. Я знаю, я уйду. Никуда вы не уйдете. Я уйду. А вы так и останетесь стоять на месте. Иван Петрович. Иван Петрович, я здесь новый человек. Я еще не знаю, что я умею, но я могу по 15 часов сидеть в лаборатории и работать. Это я могу. Да-да, хорошо. Спасибо. Вы подготовили собак? Да, Иван Петрович. Пойдемте в лабораторию. И никаких звездных миров! Наболтали тут. Иван Петрович. Иван Петрович. Что это там, Володенька? Мама, когда-то студенты, приветствуя Дарвина, опустили грушную обезьянку. Теперь внук Дарвина опустит собачку отцу. Привет- blur. Докум от вас, письме estr explainique профессором Мегрегием, Иван Петрович Павло. Стены Кембриджа видели Ньютона, Дарвина. Теперь эта честь оказана вам. Примите наше искреннее поздравление. Ваше пищеварение... Благодарю вас, господа. Благодарю. Только я уже думать забыл о пищеварении. Да-да. Десять лет уж над рефлексами работаю, с вашего позволения. Рефлексы? Да. Боюсь, что они не будут иметь успеха в Англии. Да, вот как. Материализм. Вот, 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 вот именно. Совершенно точно изволили заметить. Так оно и есть. Материализм. Да. Извините, да-да, пожалуйста. Его Величество, Король, приглашает вас в Букингемский дворец. Ах, да-да-да-да-да-да-да-да. А я и забыл. Угу. Угу. До свидания. А что вы скажете, господин Баньтон? Прелюбопытно. Признаюсь, ваше мнение меня интересует. Ваши условные рефлексы чрезвычайно интересны. Но, однако, сейчас я предпочитаю помолчать. Ну, что ж, слово серебро, молчание золото. Но только в науке это не всегда так. Мы молчать не собираемся. Будем драться и убеждать фактами. Мы убеждены, что вся так называемая душевная деятельность животных может быть объяснена материальным нервным процессом. Мы сегодня на опыте покажем вам, как протекает этот процесс во времени и пространстве. Сейчас вы как бы сможете увидеть весь процесс, происходящий в мозгу этой собаки. Это уже слишком ваше превосходительство. В душах многих зреет протест. Оглушит даже соловья разбойника. Господа, здесь закреплены три механические каталки. Верхняя, средняя, нижняя. Верхняя, средняя, нижняя. Каждому участку кожи, раздражаемому касалкой, соответствует свой участок в коре головного мозга. Верхняя и средняя касалка прикасались к коже всегда во время еды. В мозгу образовалась связь. Условный рефлекс. И теперь прикосновение этих двух касалок, даже без еды, вызывает обильное слюнное деление. Вы можете в этом убедиться. Включаю верхнюю касалку. Такой же рефлекс вызывает и наша средняя касалка. А нижнюю касалку мы никогда не сочетали с едой. Рефлекс не образовался. Вот видите, слюны нет ни капли. Способная собака помнит, что на третью касалку еды не будет. Зачем же гнать слюну? Ах, вот как. Прекрасно. Но что-то вы скажете сейчас, господа. Впрочем, извините, продолжайте. Включаю опять нижнюю касалку. Слюны нет ни капли. Но что любопытно, теперь и средняя касалка перестала гнать слюну. А вот эта верхняя продолжает еще работать. Через 15 секунд и эта перестанет работать. Возьмите часы, господа. Проверьте. Мы можем сказать больше. Через 20 секунд она снова начнет действовать. Включите. Ну, что же, господа, мы ждем ответа. А что, собственно, следует, по-вашему, из этих ошеломляющих фактов? О том, милостивый государь, что мы уже знаем основные законы деятельности мозга. Процессы возбуждения и торможения. Вот что составляет основы этой деятельности. Они во взаимной борьбе, непрерывной и постоянной. Третья, нижняя касалка, вызвала торможение. Оно растеклось по коре головного мозга и захватило дальние участки. Поэтому не работала даже верхняя касалка. Но вот волна торможения отхлынула назад по секундам. По секундам вы это наблюдали, господа, и снова заработали касалку. Никаких чудес даст. Собачья механика! Ну и радуйтесь. Утверждайте ваш материальный процесс. А для меня ваши опыты оскорбительны. Я человек, и к людям это отношение не имею. Вам оскорбительно, что мы стараемся найти для человечества новые пути. Пути активного вмешательства в природу. Ваши позиции бесплодны, господин Званцев. Оскорбительно то, что вы когда-то были в науке. Вы сознательно путаете Званцев. Мы никогда не собирались и не собираемся механически переносить на человека выводы, полученные в опытах над животными. Человек – это высшее проявление природы. Человек мыслит и созидает. Он живет сложной психической жизнью. Но психология не может быть наукой, не опираясь на точность наших физиологических знаний. И наша методика условных рефлексов есть ключ к материалистическому пониманию деятельности мозга. Это мы доказываем фактами. Но мы не являемся архивариусами фактов. Мы ищем законы, управляющие ими. А вы боитесь их. А вот сегодня я наблюдал здесь любопытнейший случай. И он протекал, пожалуй, по тем же законам, господа. Представьте себе молодых людей, пришедших сорвать опыт. Они уже привыкли это делать. И у них выработался, так сказать, рефлекс. Ну вот, милостивый государь, что-то их поразило в опыте. Некоторые факты позабавили, заинтересовали, так сказать, потрясли. И они, как говорится, обалдели. Да-да, господа, обалдели. Тормозной процесс начался, стал распространяться в коре и подавил рефлекс скандала. Не правда ли? Однако время уже прошло. Он издевается над вами. И скандал может начинаться. Все ваши опыты фокусны. Тише, давай! Распустились белоподкладочники, бездельники. Приказа чистить дал, господа. Далой! Пойми, пожалуйста, в России поднимается новая волна. Нечто грядет. Снова пахнет пятым годом. А в обществе считают твои новые работы подрывающими устой. И еще немного тебе грозит участь Сечина. Без института, без места. Тебя интересует истина. Ну и носи ее, пожалуйста, с собой в карман. Единственное, что я могу посоветовать ваше происходительство, выпейте воды. Никодин Васильевич. Да ты вовремя, господа студенты, не вовремя. Ну, попросите. Да, с утра заперся и никого не принимают. Да и то сказать, что пишут. Скандал в обществе врачей. Господин Павлов позволил себе, что пишут. Времена. Да. Надо бы хуже, да некуда. Ну, а ты все-таки доложи. Доложи. Поправо. Иван Петрович. Я же сказал. Что это такое? Что это такое? У вас задержался тормозной процесс. Ну и вот, неожиданный раздражитель. Что? Чепушная женщина. Иван Петрович. Ну, что такое? Там студенты. Какие еще студенты? Они ждут. Попросите. Локис, локис. Мы знаем, Иван Петрович, вам нужны звуконепроницаемые башни. Ну? В общем, вам не хватает средств. И мы провели подписку. И вот... А кто же вас на это, милости государьи, уполномочил? Ну? А никто. Мы сами от имени студенчества, Иван Петрович. Сами? Да. Ну, спасибо вам, господа. Душевные вам. Спасибо. А вот денег я не возьму. Я знаю, что такое студенческие деньги. А подписные листы возьму. Дорогая мне будет грамота. Нам так хотелось принять участие. Вы что же, медик? Медик, Иван Петрович. Ну и отлично. Вот кончите, и милости просим к нам. Спасибо. Наши двери открыты. Иван Петрович, вы читали вечернюю газету? Это неслыханное событие. Это просто чудовищно. Что? Что такое? Событие на ленских приисках. Что? Что такое? На лене расстреляно 500 человек. Спасибо. Опять ты не ту карту кладешь. Боже мой, когда все это кончится? Да. Душно стало в России. Душно. Тупое и жестокое правительство. Господа! Господа! Никодим Васильевич! Господа! Граждане! В городе восстание! Иван Петрович! Большевики взяли власть. Давно пора. Снимите шляпу, сударьев. И не кричите! И не мешайте опыту. Восстание! Сбросят Керенского туда ему и дорога. От Бокатюшка и Байор. Фронт развалил. Но ведь немцы наступают. Того и, гляди, разорвут Россию до клочки. Ты? Вы здесь. К тому угодно, Ваше превосходительство. Я надеюсь, что ты понимаешь. Я пришел как друг. И мы не одни. Джордж Хиггс, чему обязан? Моему восхищению перед Вашим гением. Сэр. Благодарю вас. Ну и что же? Мы, люди Запада, считаем своим долгом спасти все нетленные ценности России от большевиков. Мы будем счастливы спасти вас для человечества. Вы что же, скупаете из обесценок русское добро и за одно русских ученых? А вы, значит, теперь торгуете родиной? Была родина. Но вся вышла. И глупо упорствовать. А Исаакиевский собор вам не предлагали? Памятник Петру вас не интересует? По дешевке? Ты сможешь работать в любом из институтов мира. Наконец, для человечества не важно, где вы будете работать. Нет, сударь мой! Важно! Наука имеет отечество. И ученый обязан его иметь. Я, сударь мой, русской. И мое отечество здесь. Чтоб с ним не было. Я, знаете ли, не крыса. А короба-то и не потонет. Нет! Не верю! Никодим, проводи, пленадетели. Пожалуйте, господа. Пожалуйте. Пожалуйте, пожалуйте. Мне нужен Иван Петрович. Академика Павлова нету. А где же он? В психиатрической больнице. Понятно. Вот ведь куда продвинулись. Это в каком смысле? А мне про вас все известно. И то, что душевно больных наблюдаете, тоже известно. Я ведь давно к вам собираюсь, Никодим Васильевич. Да все некогда. Не узнаете? Что-то не припомню. Ух! Ух ты! Крепкой. Самый военный табачок. Пришел. Здравствуйте, Иван Петрович. Здравствуйте, здравствуйте. Чем обязан? Я врач. Демобилизован по ранению. Хотелось бы работать у вас. Прислан окрздравотделом. Кем я? Окрздравотделом. Я это вашего птичьего языка не понимаю. Окружной отдел здравоохранения направил меня в вашу лабораторию. Ах, вот как. Без моего разрешения. А мне не нужно это разрешение, Иван Петрович. Что-что? Потому что я его имею. Может быть, у вас травма? Иван Петрович, помните, в 12-м году три студента. Ой, припоминаю. Ну, как же, как же, как же. А ведь башню молчания так и не построили. А ведь, Иван Петрович, говорят, теперь они построят. Теперь построим, Иван Петрович. Вы что? Коммунист? Коммунист. Комиссара прислали. Не нуждаюсь. В комиссарах не нуждаюсь. Очевидно, я должен был скрыть свои убеждения, Иван Петрович. Мне кажется, вы этого никогда не делали. Ишь ты, притхий какой. Какой есть. Ближе, ближе. Не вижу. Ну, 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 ну. Это ко мне бороду подожжать. Молодой человек. Извините, Иван Петрович, увлекся. Увлекся, увлекся. Пинцет. КОНЕЦ Я вам тут хлеб сегодняшний в карман положил Да, да, спасибо Так ведь, где же он? Ну, значит, я его съел Неправда ваша Что такое? Опять собаку вскормили Ну, кто же, скажешь Как петё малое Кто это? Да, да, пойдите Алексей Максимович? Он самый Здравствуйте, здравствуйте, Иван Петрович Милости просим Говорят мне, званный гость Хура жандарма Милости просим Раздевайтесь Ой, забывай и всё, одевайтесь Ой, чёрт возьмите Вот никак не могу привыкнуть к этому римскому светильнику Благодарю вас Благодарю Милости просим Сюда, сюда Милости просим Так, так, так Ну, да А я ведь к вам, собственно, по поручению Владимира Ильича От Ленина? Да Чем же я могу быть ему полезен? А вот товарищ Ленин просил меня узнать Чем он мог бы быть полезен вам и вашей работе Ах, ну, вот так Да что ж Сейчас мне нужно собак Вы знаете, положение такое Прямо хоть сам лови Я весьма подозреваю, что многие мои сотрудники занимаются этим Ловят собачек Ну, я на него смотрю Дров, вероятно, тоже нужно Да, под дров давайте Оперировать нельзя Руки мёрзнут Да Трудно Трудно Вот мы и хотим вести особые бойки Для учёных, писателей А вот сейчас это я считаю ни к чему Каждый кусок дорог Война Так, так Ой, теперь что же Большевик Стараюсь помочь, чем могу Но формально На это высокое звание Прав не имею Высокое Так, так А вот я, знаете ли Страшусь Страшусь я за будущее России Вы страшитесь Они строят будущее России Сколько поколений Мечтало о революции А пришла Не узнали в лицо А почему? Потому что не в светлых рисах пришла Нужно понять Чистоту И величие её идей Идеи прекрасны А результат Развал Паралич нервных центров страны Самонадеянный уж очень Потому что и рушится Иван Петрович Родной мой Старая Россия рушится А сквозь щебень И стропила Высокое небо видно Уже и небо увидел У вас, знаете ли Возбуждение Над торможением Преобладает Вот что Иван Петрович А чистые вы Гёрш Ей Бог Всю жизнь Протестующих ходили И похвально Похвально А нынче ведь В этом смысла Нет Иван Петрович Одна привычка О, рефлекс По-вашему Ну, прощайте Прощайте Вы просто Верующий какой-то А я всю жизнь Одному Богу молился Господину Факту Будут и Факты Иван Петрович Будут Прощайте До свидания А вот Ленин Вас Своим союзником Считает Большевиком В науке Вот что Ленин? Субтитры создавал DimaTorzok Колтуши, колтуши, очень красивое село. А что мы тут делать будем? Да мы здесь, Иван Петрович, столицу физиологии построим. Вот примерная планировка. Собачник, питомник для обезьян, а тут лаборатории. Стройкинститут на пустом месте, ведь на это же миллионы нужно. Нет, Ватенька, вырехнулится. Никогда не мечтал в пустую, Иван Петрович. Уж такая у нас коммунистов привычка. КОНЕЦ Сворачивайте направо, в институт. Иван Петрович, я отвезу вас домой, еще можно проехать. Я сказал, в институт. И прекратите, болтарнюк. КОНЕЦ 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 Полный нуль. Так. Будто подменили собак. Подменили. Так, так. Никаких следов наших условных рефлексов. Вот, взгляните. Пороку. Вы знаете, теперь та же картина у ряда подопытных животных. Превосходном. Что? Превосходном. Не понимаю, Иван Петрович, чему вы так рады? Скоро, голубчик, все поймете. Это наводнение точно смыло все рефлексы. Как вы сказали? Смыло все рефлексы. Тетя сказала истину и не заметила. Вот именно смыло. Огромное потрясение. И все затормозилось. Проверим. Восстановим картину наводнения. Давайте ветер. Сильнее, сильнее, сильнее. Давайте гром. Посильнее, посильнее. Приходим? Водом. Давайте. Введите. Введите. Каталепсия. Да. Частичный сон. Перенапряжение нервной системы, общее торможение и сон. А ведь, пожалуй, именно так объясняется состояние некоторых душевно больных, наблюдаемых нами. Точно так. А что, если в подобных случаях искусственно углубить сон? Сделать его длительным. Это таким образом восстановить силы переутопленного головного мозга. Ведь это так можно лечить. Новый материал для психиатрии, господа. Огромной перспективы. Новый материал для психиатрии, господа. Новый материал для психиатрии, господа. Наряду с этими врождёнными рефлексами существуют другие. Мы их назвали условными, потому что они вырабатываются животным в зависимости от условий его жизни. Мозг животного совершенствуется. Вырабатываются всё более сложные условные рефлексы, лежащие в основе всей так называемой душевной деятельности животного. Открытые нами общие законы деятельности мозга объясняют нам также процессы, происходящие в мозгу человека. И это разрешает нам перебросить мозг из лаборатории в клинику и по-новому плодотворно лечить так называемые неизлечимые душевные болезни. Психология не может быть наукой, не отбираясь на точность наших физиологических данных. Я... я восхищён вашим докладом, мистер Павлов. Но я не могу понять, как можно утверждать законы, которые являются общими и для человека, и для каракатицы, и пса. Сама жизнь есть общий закон для всего живого. Но только человек бессмертен на земле. В делах и человечестве. Человечество? Простите, но это пустое понятие, мистер Павлов. Человечества нет. Есть раса, нация, люди. Негр никогда не станет белым. Чепуха! Чепуха! Никакой принципиальной разницы между ними я не вижу. Ну что я? В нашей стране вам это любой школьник объяснит. Простите, мистер Павлов. Значит, по-вашему, выходит, что нет никакой разницы между английским королём и шахтёром? Здесь есть. Один из них приносит пользу. Садись, Володя. Садись. Простите, мистер Павлов. Двенадцать лет я слежу за вашими работами. И я уверен теперь, что они открывают новые пути человечеству. Благодарю вас, Благодарю. Садитесь, милости, прошу. Садитесь, садитесь. Боже мой, боже мой. Ну сколько ещё злых, слепых и тупых людей в науке, а? А это так. Балласт. Балласт. А лучшие люди мира с вами, мистер Павлов. Иван Павлович, дорогой, как я рад встретиться. Господин Петрищев? Да. Ну, что там в России? Ну, хоть несколько слов. Жош, ничего. Живём, хлеб жуём. А с предателями Родины не разговариваем. Здравствуйте, здравствуйте. Иван, здравствуйте. Здравствуйте, Иван Павлович. Здравствуйте, Иван Павлович. Тима, здравствуй. Здравствуй, милая. О, верушка, здравствуй. Здравствуйте. 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 С приездом, Иван Павлович. Здравствуйте, Иван Павлович. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как говорится, с корабля на бал. Здравствуйте. Как в гостях нехорошо, а дома? Здравствуйте. Дома все-таки лучше. Я не опоздал? Три часа. Без двух минут. Я могу садиться. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Горжусь, горжусь таким собранием. Горжусь. Ну-с, чему же посвящена сегодняшняя наша среда? Иван Петрович, может быть, Вы расскажете нам про свою поездку? Расскажите Вам, пожалуйста. С удовольствием, с удовольствием. Ну, прежде всего, порядок дня. Значит, сегодня... Сообщение Волкова, Алешина, Никольского и Ваша Варвара Антоновна. Так, так. Плюс с этим я просто не знаю, что и делать. Открываю чуть не 15 новых кафедр по физиологии, и все к нам. Все к нам. Это, конечно, очень приятно, и это все прекрасно, но... Николай Сергеевич, я Вас прошу, Вы объясните, что мы не можем запасти для всех, как это теперь называют, кадры. Я так и один останусь. Думаю, что это Вам не угрожает, Иван Петрович. Думаю, что это Вам не угрожает, Иван Петрович. Думаю. Позвольте, позвольте. И Вас тоже в Москву. Что же Вы мне об этом не сказали? Безобразие совсем. Да и Вам честное слово, Иван Петрович, я этого не просил. Не просил, не просил. А сам, наверное, хотел. На. И не хотел. Не хотел. Безобразие просто. Вот Вы возьмите и вычеркните себя. Вычеркните. Я же к Вам привык. Потом у Вас новая работа. Обезьяны. И сейчас же немедленно, немедленно Вы... Хорошо, Иван Петрович. Вычеркивайте. Какое-то рогатое положение получаете. Так что, а ведь не быть каждый из Вас мечтает обзавестись собственным хозяйством. Своя кафедра, своя лаборатория. И чтобы я не мешал. Ведь мешаю? Не мешаю? А? Ну что ли, Антонна? Я прошу Вас начинать. Товарищи. В психиатрической клинике, наблюдая наших больных, нам удалось установить, что метод Ивана Петровича... Сидите, сидите, сидите. Ну, как себя чувствую? Спасибо. Сидите, сидите. Очень хорошо. Такая свежая, ясная голова. Говорят, я две недели спала. Я как будто все вижу впервые. Ты. Я так благодарна Вам. А вот это ни к чему, ни к чему, ни к чему. Ну, а вот за Вас я рад. Очень, очень рад, очень. Ну, пойдемте. Мы вынуждены признаться, Иван Петрович, что Ваш метод лечения сном дает поразительный эффект. А у нас, Иван Петрович, при университете новая клиника открылась. Это где это? Эх, Валмата. Слышал, слышал, слышал. Мы там хотим, Иван Петрович, Ваш метод целиком применять. Так-таки, сразу. Целиком. Да. Николай Сергеевич. Да. Я прошу Вас, объясните детально уход, дозировку, а потом мы побеседуем. Прошу Вас, товарищи. Вот видите, этот больной уже шестые сутки спит. Мой метод целиком. Ах, это молодежь. Силы свежие, все впереди. Путь кажется легким, вершины близким. А ты вот тут карабкаешься, карабкаешься изо всех сил. Взобрался. А это холмик. А гора-то еще далеко. Не так ли? Скажите, Варвара Антоновна, а не надоело Вам это все? Что Вы, Иван Петрович? Нет. И времени не заметило. Как один день. Здравствуйте, Иван Петрович. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Как ты строгаешь? Как ты строгаешь? Сучки, задоринки. Аккуратности нет. Да ведь не операция какая, Иван Петрович. Просто-напросто к купальню сколачиваю. Эх ты. Уж больно Вы азартный, Иван Петрович. Молчи, молчи. И ведь заметьте, в каждом деле. Ск�� merely куда-то! Молчи. Продолжение следует. Что с вами, Иван Петрович? Боюсь. Чего? Только тебе одному скажу. Смертью боюсь. Да что вы, Иван Петрович, милый. Да что вы, да вы всех нас переживете. Да что ты меня утешаешь, как маленького. Не за себя боюсь. Нужен я, знаю. Да ведь и самое интересное впереди. А тут какая-то чертова печень. Чего не поделаешь. Хорошо бы, Карсбат. Карсбат. Так, так. Мне это не подходит. По курортам путешествовать? Нет времени. Не имею права. Будем оперировать. Что вы, Иван Петрович. Невозможно. Кто же будет меня оперировать? Я прошу решить. Иван Петрович. Да? Операция, конечно, вещь радикальная. Но в данном случае играет роль возраст. Понимаю, понимаю. Не мальчик, конечно. Но все-таки я настаиваю на операции. Настаиваю. Ну что же. Вот сейчас идет хирургический съезд. Здесь лучшие хирурги мира. В частности, Фром. Что? Ну, как вам не стыдно? Ведь ниоткуда не ясно, что немецкие хирурги лучше наших. Я просто стыдно за вас, господа русские хирурги. Да как же так? Теперь вам что? Может быть, знакомство мешает? Да что вы, Иван Петрович, с чем-то? А вот с вами мы не знакомы. Вы, кажется, Мартынов. Да. Ну вот, отлично. Вот вы и будете меня оперировать, коллега. Слушаюсь. А, Лев Захарович, наконец-то. Ну как вы? Когда операция? Да что операция? Читал. Читал ваши труды, Лев Захарович. Оказывается, в больнице можно работать. Ну зачем же? Уверяю вас. Да зачем же, Иван Петрович? Да не терпелось, милостя государь. Не терпелось. Ну, и как? Придется вам уйти. Иван Петрович, я не совсем понимаю. Разве это так плохо? Нет, голубчик. Это так хорошо. Свои мысли, свой метод. Увлекательные задачи. Проследить эволюцию рефлексов. Иван Петрович, ну почему же тогда? Ведь это же ваши идеи. Идеи мои. Но путь новый. И может быть интереснейший. Пора. Вам у меня будет тесно. Что поделаешь? Я уже выбрал дорогу и иду. Подавлю вас. Запрягу в свою телегу. На это я не имею права. И не хочу. Иван Петрович, никуда я от вас не уйду. Никуда. Ну и напрасно. Напрасно. Увидели цель и идите к ней. Все отбрасывайте. Даже меня. Идите. Иван Петрович. Молчите. Так надо. Пока жив с вами. Всегда с вами. А, доктор. Ну как мы себя чувствуем? Превосходно. В котором часу операция? Два часа. Боитесь? Ничего, голубчик. Ничего. Обойдется. Я не умру. Не имею права. Ничего, голубчик. Иван Петрович называет это село столицей. Столицей условных рефлексов, Сергей Миронович. Благодарю вас. Киров. Павлович. 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 Иван Петрович. Ничего не скажешь. Похож. Похож, похож, похож. Да, но бессловесен. И вот в этом грань. Иван Петрович, а вам не кажется, что речь все-таки второй признак? А какой же первый, по-вашему? Речь родилась в труде. Следовательно, труд принципиально отделяет нас от животных. А что ж, это верная мысль. Энгельс, диалектика природы. Может, вы мне списочек составите для самообразования? Иван Петрович, да самое замечательное, что не нужен вам этот список. Шли вы своим путем, а пришли к нам. Истинная наука всегда с нами. И не даром, Иван Петрович, мы вас давно в своих рядах считаем. Да? И не только за открытой вами научной истиной. А вот как? За весь ваш характер борца. Ну, характер-то у меня, знаете ли... Да, да, да. За бесстрашие ума. За веру в человека. За страстное желание сделать его счастливым. Ведь тысячелетия человечество искало путь к справедливости. И теперь мы нашли его. Это коммунизм. И ведь нет другого пути, Иван Петрович. Нет. Да, да, да. Признаться, я и сам подозревал. Да, да. Именно так. Я ведь не слепой. Вижу. Тысячи фактов вижу. Иван Петрович. И на этом пути наука – это могучий рычаг в руках советского человека. Да вот сейчас ваши земляки, рязанские колхозники, вывозят удобрения из Хибин, а Мичулинские сады наступают на Заполярье, а в Средней Азии запланировано море. И оно будет. А ведь вы в некотором роде мечтатель, политик и мечтатель, а? А как же иначе, Иван Петрович? Мечта у нас – первый вариант плана. Иван Петрович, а разве вы не мечтаете в своей науке? Мечтаю. И вы знаете о чем? О невероятных вещах. Мы должны, наконец, властно вмешаться в нашу собственную природу. Мы заставим отступить старость и продлим жизнь человека. Вот мои мечты и планы работ. А вот когда это совершится – не скажу. Может быть, в этом новом коммунистическом обществе. Да, но это еще в сапогах, военной гимнастерке. С солдатской привычки, Иван Петрович, воевал много. И вы правы. Видно, еще воевать придется. Ведь нас не оставят в покое. Да вы в Италию едете? Да-да, в Рим. Для конгресс физиологов. Я прошу вас, Иван Петрович, от имени советского правительства, пригласить делегатов конгресса в Италии в следующий раз собраться у нас. Очень хорошо. Хорошо, Сергей Мирович. Отцом русской физиологии мы должны считать Сеченова, впервые образовавшего у нас физиологическую школу. Вот почему мы сочли уместным подарить членам конгресса его лучшие труды и медаль с его портретом. Мы все добрые товарищи, даже во многих случаях связаны между собой дружескими чувствами. Мы работаем, очевидно, на рациональное окончательное объединение человечества. Но разразись война, и многие из нас станут во враждебное отношение друг к другу. Я могу понимать величие освободительной войны. Однако нельзя вместе с тем отрицать, что всякая иная война по существу есть звериный способ решения человеческих проблем, что само по себе недостойно человеческого разума с его неизмеримыми ресурсами. И я счастлив, что правительство моей могучей Родины ведет неустанную борьбу за мир, за счастье всех людей на земле. АПЛОДИСМЕНТЫ КИНТЫ КИНТЫ КОНЕЦ Что там? Снег. Третий день снега. Нынче февраль. В феврале снег особенный. Весной пахнет. Снежки из него хороши. А ну-ка принеси. Чего принести? Снегу. Снегу. Принеси, принеси. Ты хотел поговорить со студентами, Ваня. Они пришли. Позовите их. Иван Петрович, вам нельзя утомлять. А вы что это, батенька, раскомандовались? Ведь я еще жив пока. Доктора запрещают. Зови, зови, зови. Зови, зови. Да. Снег на тарелке. Смешно. Ну, что же вы. Идите. Идите, идите. Итак, друзья мои. Вы решили посвятить себя науке. Не правда ли? Да, конечно. А я здесь о многом размышлял, друзья мои. И вот, написал несколько слов молодежи. Ведь у вас, кажется, скоро съест комсомола, так? Так вот, ему от всей души, что бы я хотел пожелать молодежи моей Родины, посвятившей себя науке? Прежде всего, последовательности. С самого начала своей работы приучите себя к строгой последовательности в накоплении знаний. Изучите азы науки, прежде чем пытаться взойти на ее вершины. Никогда не пытайтесь прикрыть недостаток знания хотя бы и самыми смелыми догадками и гипотезами. Как бы не тешил ваш взор этот мыльный пузырь, он неизбежно лопнет. И ничего, ничего, кроме конфуза, у вас не останется. Приучайте себя к стерженности и терпению, дорогие мои. Приучайте сделать черную работу науке. А второе, скромность. Как бы высоко вас не оценили, имейте мужество сознаться себе. Я невежда, невежда, невежда. А третье, страсть. Помните, что наука требует от человека всей его жизни. И если бы у вас было две жизни, то и их бы не хватило вам. Будьте страстны в ваших делах, в ваших исканиях. И дальше Иван Петрович пишет. Наша Родина открывает большие просторы перед учеными. И для молодежи, как и для нас, вопрос чести оправдать те большие упования, которые возлагает на нас наша Родина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok